Мусорная реформа, проходящая в Красноярске, она не выдержит никакой критики. И мы видим, что происходит в наших дворах. Красноярск начал зарастать мусором. Сначала мы все слышали о том, что и переживали, что это будет мусорный коллапс. И мы это видели во дворах, когда у нас после Нового года просто горы мусора были в городе. А сейчас мы понимаем, что это новая реальность. При которой мусор отказываются вывозить. И причем отказываются, ссылаясь именно на то, что пока вы нам не заплатите еще больше денег, никто вывозить не будет. Была настроена работающая компания по вывозу мусора. А сейчас мы с вами видим, что начали выкручивать руки горожанам. И выкручивать достаточно дерзко, достаточно цинично и диктуя свои собственные условия. Вот если до этого мусор вывозили каждый день, то теперь мы будем вывозить его раз в неделю. Или два раза в неделю. Это та норма, которая вот сейчас заложена в тариф 79 рублей на одного человека. Вот будет вот так. Хотя буквально еще три месяца назад мусор вывозили каждый день. А хотите вывозить то, что у вас гора мусора скопилась? Значит, вам надо вывозить чаще. Хотите чаще, это сверх норма. И вы давайте, ребята, будете доплачивать. Ситуация парадоксальна. До нового года все было отлично. И мы платили, и платили вовремя, и платили по одному тарифу. Сейчас тариф вырос, а услуги как таковой нет. Это первое. Второе. Поступают сигналы от бизнеса. Ко мне на прием обратился один из руководителей кафе. И говорит, я за свое кафе платил за вывоз мусора всегда. Две с половиной тысячи рублей в месяц мне обходилось вывоз мусора. Сегодня я получил новый расчет на руки. И эта цифра уже 15 тысяч. Ну вот где две с половиной, а где 15? То есть опять-таки в шесть раз. В шесть раз. А людей и бизнес, ну к этому не готовили. Мы слышали уверение наших местных властей о том, что ну будете чуть-чуть доплачивать, услуга будет гораздо лучше. А в итоге это получается две с половиной тысячи рублей и 15 тысяч рублей. Это что, чуть-чуть? Ну бизнес это тоже люди. Третий момент, ну это вообще никакие рамки нет. Это вообще оплата за воздух. На примере могу привести коттеджный поселок в Свердловском районе. Граждане никогда не имели там мусорных баков. Никаких. Они сами ввозили мусор собственными силами. Кто на легковых, кто грузовик загружал, потом ввозили. А с нового года они начали получать платежку за электричество. А внизу, будьте добры, еще 169 рублей за ввоз мусора. Говорит, мы начали разбираться, начали звонить в организацию, а как такое может произойти. И попадают опять-таки на мусорную компанию. Они говорят, а мы мусор у вас вывозим. Как вывозим? Мы здесь живем 15 лет, не видели ни одного мусоровоза, у нас нет ни одного бака. А мы выносим, вывозим мусор в пакет. Мешковым способом. То есть два раза в неделю, в среду и в воскресенье к вам приезжают машины, вывозят мешки и так далее. Что нам делать? Ну давайте ставьте мешки, то есть выносите за забор, ставьте, выводите, будем вывозить. Вот две недели стоят эти мешки, ни одной машины там так и не было. Собаки эти пакеты рвут, все это летает, никто не приехал. Но деньги уже заложены, в платежках они уже есть. Поэтому все заверения о том, что мусорная реформа конкретно в Красноярском крае, в городе Красноярске проходит, ну не соответствует действительности, это мягко сказано.